Многие родители уже сейчас задумались, чем занять своего ребенка в летние каникулы. Выбирать можно из школьных и спортивных площадок, а также детских оздоровительных лагерей. Последние причем пользуются большим спросом. Опыт, приобретенный в лагере, дает каждому ребенку возможность устанавливать различные коммуникации. Он становится, скажем так, более раскрепощен в участвовании в каких-то общешкольных, общеклассных мероприятиях. Ну и организаторские способности, конечно, у ребенка просыпаются. Видят плюсы отдыха в оздоровительном лагере не только взрослые, но и сами дети. Вот что думают о таком летнем досуге ученики 17-й школы. Я уже пять раз была в лагере ВИТО, и мне там очень нравится, потому что очень интересная концепция, можно сказать, лагеря, потому что там строится это все как государство и делится на города, и мне очень нравится. Там можно развить себя, найти новых друзей и просто повеселиться, провести хорошо лет. Во-первых, это общение, знакомство, а во-вторых, различные профильные какие-то есть лагеря, где ты развиваешь свои знания. В лагерь нужно ездить по трем причинам. Первое – это то, что развивается самостоятельность. Второе – это у тебя появляются новые друзья, и третье – ты не сидишь дома, и все равно получается веселый отдых. И тут стоит затронуть бюджетную сторону такого детского отдыха. В среднем путевка на 21 день обойдется родителям в сумму более 20 тысяч рублей. И, как сообщают в управлении образования, часть потраченных денег можно будет вернуть, но не всем. И в зависимости от статуса семьи они получают размер. Если родитель и семья имеют статус как маломущая и многодетная семья, то компенсация предоставляется в полном объеме 100%. То есть 18 161 рубль 68 копеек. Если семья, дети из малоимущих семей, то компенсация составляет 80% от утвержденной стоимости. Если семья такой статус не имеет, то тогда необходимо представить для расчета компенсации документы о годовом доходе. Если же путевка для вашего ребенка будет стоить, например, 20 тысяч рублей, компенсацию вам будут насчитывать все равно из суммы 18 161 рубля. Для того, чтобы получить компенсацию за отдых ребенка, родителям необходимо обратиться в управление образования города, предварительно позвонив по телефону 483 65. Добавим, заявление на компенсацию нужно успеть подать до 30 июня. Екатерина Каячева, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ».